На телеканале «Россия-24» Александр Кореевский с экспертами обсудили ситуацию с коронавирусом. Гостем пятой студии в режиме онлайн стал ректор Казанского федерального университета Ильшат Гафуров, который ответил на вопросы ведущего. Вопросы касались возвращения студентов после каникул в привычный очный формат обучения. Директор отметил, что студенты Казанского федерального университета на период пандемии учились в смешанном формате, часть дистанционно, а часть очно. Иностранных студентов в университете порядка 11 тысяч из 106 стран мира. Часть из них находилась в общежитиях и училась очно. Готовы ли учителя, профессора к тому, чтобы быть в аудиториях 65+. Так получилось, что определенная часть наших преподавателей и сотрудников уже переболела. Примерно 400 человек за весь этот период связан с пандемией. Но в нашем составе работает собственная клиника на 900 койкостанционарных койко мест. И мы развернули на базе нашей клиники временный ковид-госпиталь на 100 мест. И в основном наши сотрудники лечились в собственной же клинике. Мы также для студентов развернули обсервацию на 80 койко мест. Со 2 февраля в университетской клинике развернута масштабная вакцинация сотрудников университета. 1500 вакцин получено и уже 300 человек провакцинировано на 8 февраля. Вакцинирование идет в плановом режиме, прививает сотрудников не только все на клинике, но и с выездом на место. Пандемия также ускорила переход на цифровые технологии. Казанский федеральный университет и дальше собирается работать в смешанном режиме. Только соблюдая уже совершенно другие пропорции между он и офлайн. С безусловным проэвалированием очного формата. И как вы видите институтское, университетское образование в новом научном веке? Нужно ли здесь какие-то коррективы вносить и готовы ли мы ответить на эти новые вызовы? Только-только запустили с нашими студентами научно-кружковое движение. Точнее оно у нас было с самого начала, с основания нашего университета. Но я вам приведу небольшой пример. Вот если в творчестве и спорте у нас задействовано было более 20 тысяч человек, то где-то чуть больше тысячи человек только занималось в научных кружках. Мы поставили задачу, что как минимум 10-15% всех наших студентов должно быть задействовано. В этом году мы также на площадке университета открываем университетский технопарк. Нам республика выделила порядка 28 тысяч квадратных метров. Это бывший кампус, который был построен под проведением WorldSkills, чемпионата мира по профессии. Пандемия явилась неким толчком к повышению качества дистанционных образовательных ресурсов. Казанский федеральный университет готов к работе в полном смешанном режиме. Елизавета Никитина, Универньюз.